А прямо сейчас проект новостей ТВК «Большая уборка». Подробный отчет за эту неделю подготовила Екатерина Кашучик. Сейчас Екатерина в студии. Катя, прежде чем про новые адреса поговорим, как там дела с диваном на качи? Его обещали к концу недели обязательно убрать. Да, действительно, в понедельник мы привезли на место представителей администрации прямо на месте, нам прям пообещали, что все уберут. Сегодня пятница, неделя кончилась, и наши коллеги из программы «Новое утро» сегодня ранним утром отправились на ревизию. Давайте посмотрим. Начнем с того, что дивана нет, ковра нет тоже, как вы видите. И в общем, в целом, можно сказать, что здесь чисто. Нет пакетов, нет бутылок. Берег в обозримости, который мы можем видеть, все в общем-то чисто и приятно. Да, приятно на такие результаты смотреть. Но о главе Ленинского района сегодня, Советского, прошу прощения, сегодня пришлось отвечать за пустырь, который находится у арены «Север». Мы его тоже показывали в понедельник. И вот там прошло пять дней, ничего абсолютно не изменилось. Палец о палец никто не ударил, все на месте. Хотя совсем рядом арена «Север», там, видимо, ждут универсиаду и будут вот таким красивым мусором, такими прям залежами и свалками встречать гостей универсиады. Но мы сегодня спросили у главы района, что же это такое. И он нам ответил, что все-то на самом деле под контролем. Послушайте ответ. За территорией за это следят постоянно. Значит, свалку определить, сколько лет, конечно, это все, ну, слишком сложно, да. Но и видите, город двигается. Раньше это был пустырь, на который мы вообще с вами никогда в жизни не попадали. И что теперь он грязный разве должен быть? Он был не проездной, он был вообще никакой. Поэтому, коль сейчас идет освоение микрорайона, слабо до весны, поэтому мы и подходим, ну, ближе вот к таким заброшенным территориям, заброшенным объектам. Поэтому свалку ликвидируем. Причем ликвидировать пообещали в ближайшее время, причем в ближайшее время это пять недель. Вот такой срок Владислав Анатольевич сегодня нам назвал. И такие, ну, слишком уж долгосрочные перспективы не устраивают никого, ни жителей, ни нашу съемочную группу. Поэтому мы еще раз обращаемся к главе района с просьбой вот эту ситуацию все-таки разрешить. Совсем вот скоро, через неделю у нас будет общегородской субботник. Может быть, не стоит ждать пять недель, а все-таки своими руками исправлять те ошибки и те недосмотры, которые были пропущены. Вот, кстати, об ошибках некоторые управляющие компании уже взялись за их исправление. Например, управляющая компания «Суперстрой», о которой мы тоже разговаривали на этой неделе, у нее была проблемная точка на Кутузова. Показали мы ее буквально позавчера, но уже сегодня появились результаты. И сегодня там стало чисто. Но «Суперстрой», вы не обольщайтесь, потому что мелкий мусор там все-таки мы сегодня нашли. Его тоже еще осталось немало, поэтому его-то нужно убирать. И если помните, улица Кутузова, она прям прославилась на этой неделе. Там был не только вот один адрес, который мы уже показали, который управляющая компания «Суперстрой», но еще и «Кутузова-61». Там работает управляющая компания «Кленовый дворик», обслуживает целую контейнерную площадку. И вот там все не так весело по сравнению с тем, что мы видели несколько дней назад. Очень мало что изменилось, стало чуть-чуть чище. Но местные жители почему-то очень этому обрадовались и говорят, что, ну, слава богу, хоть сдвинулось немножко все это с места. Вот вы их послушайте. И подтверждение этим словам мы увидели сами прямо во время съемок. Действительно, подъезжают машины, люди, которые явно не обслуживаются в управляющей компании, не платят деньги за эту контейнерную площадку, подходят и выбрасывают мусор. Просто так. А вы с какого дома? Ну, неважно, где. Вот нам расскажите, вот вы пользуетесь этой свалкой. А с какого вы дома? Нет, нет, я тороплюсь, я вообще не оттуда. То есть вы нелегально выкидываете мусор? Нет, просто ехал случайно. Причем мужчина выкинул всего лишь несколько бутылок, а в багажнике у него еще была огромная коробка с мусором, но вот она уехала вместе с мужчиной, он все-таки решил его не выбрасывать хотя бы при нас. И еще один адрес улицы Кутузова, о котором мы рассказывали на этой неделе, это Кутузова 93-95, там тоже контейнерная площадка, и вот там не изменилось совсем ничего, мне кажется, стало только хуже, мусор там остался, и это снова управляющая компания «Кленовый дворик». Поэтому мы просим эту управляющую компанию, которая сегодня устроила себе, видимо, короткий день и даже не брала трубки, все-таки обратить внимание на то, что происходит на их участке. Если этого не будет сделано, наверное, это будет уже персональная ответственность главы Кировского района. Именно у него в районе происходит такой бардак, и именно ему вы тоже можете пожаловаться. Шлома Андрея Геннадьевич, номер телефоноприемной вы сейчас видите, и имеете право жаловаться на то, что вам приходится ходить мимо вот таких натуральных свалок, которые стоят неделями, месяцами, и никто ничего не хочет убирать. На следующей неделе мы тоже вернемся к этой теме, уже в понедельник будем проводить ревизию, будем искать новых отличников труда, которые хоть что-то убрали. Но и к вам большое пожелание, впереди выходные. Все-таки нам очень обидно, когда мы приезжаем на те места, которые уже стали чистыми, и там снова появляется мусор. Давайте хотя бы не будем мусорить. Есть немногочисленные маленькие какие-то бутылки, точечный мусор, но я думаю, что, наверное, он появился здесь уже после того, как произвели уборку, и поэтому, к сожалению, вот люди не перестают мусорить. Это та самая многострадальная качество, которую мы так боролись, Вика. Спасибо большое. Это была Екатерина Кашучек с отчетом этой недели большой уборки.